Человек в Арктике. Эта тема станет ключевой на международном арктическом форуме «Арктика. Территория диалога». Он пройдет в Архангельске уже через две недели на площадках Северного Арктического Федерального Университета и Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Как ожидается, участие в форуме примут более полутора тысяч человек из России и зарубежных государств, в том числе главы России, Финляндии и Исландии, а также вице-премьер Китая, премьер-министр Швеции, главы МИД Норвегии и Дании. Деловая программа форума включает 13 основных мероприятий, в рамках которых будут обсуждены вопросы транспортной инфраструктуры, электроэнергетики, международного сотрудничества в Арктическом регионе, механизмы социально-экономического развития Арктики, в том числе программы здравоохранения и кадрового обеспечения, экологическая безопасность арктической зоны и другие актуальные вопросы. На полях форума также запланированы Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», саммит губернаторов Северного форума, Арктический бизнес-форум и форум арктических муниципалитетов. В рамках последнего Ненецкий округ планирует вынести на обсуждение для дальнейшего изменения федерального законодательства пять вопросов. Один из них касается организации снегоходных маршрутов. Окружной закон, определяющий понятие снегоходных трасс, рассматривался почти год, но погряз в непреодолимых препятствиях Водного кодекса России. Две его статьи ограничивают движение по водным объектам в зимнее время. Общий порядок такой. Любое пользование водным объектом проходит на основании договора водопользования. Договор водопользования заключается по результатам аукциона. На нашей территории 6800 водных объектов, поэтому понимаем, что процедура такая очень серьезная. Ручеек надежды кроется в одной из статей Водного кодекса, согласно которой разрешено без договора водопользования передвигаться по водным объектам на маломерных лодках. Алексей Михеев предлагает инициировать внесение изменений в данную статью, дополнив ее разрешение передвигаться без необходимых договоров на снегоходной технике или снегоболотоходах в зимний период. Вторая проблема касается темы авиации, в частности, необходимости внесения изменений в постановление правительства по субсидированию приобретения воздушных судов. Если правительство поддерживает по лизингу приобретать воздушные суда, самолеты по становлению правительства, то вертолеты не отнесены к пассажирскому классу. А отнесены, значит, приобретать вертолеты сейчас, когда срок эксплуатации вертолета Ми-8 35 лет. Они все уже где-то до 90-х годов. У нас через 10 лет, через 5-10 лет не будет самолет на вертолетном парке. Это не только у нас, в целом по Российской Федерации и по арктическим территориям. Благо, спасибо нашему предприятию и исполнительной власти окружной и окружному собранию о том, что мы поддерживаем наше предприятие. Мы закупили вот один вертолет, два самолета закупили. Сейчас по санавиации якобы вертолет будет. В списке обозначенных проблем и передачи системы ЖКХ в концессию для арктических регионов в решении этого вопроса подход должен быть особо взвешенным. Ведь речь прежде всего идет о безопасности, а не о прибыли частных компаний. Передавать систему ЖКХ в концессию или наделить этими полномочиями МУПы или ГУПы должно стать прерогативой регионов. Именно такое предложение, отметил глава Заполярного района, необходимо вынести на обсуждение Ассоциации арктических муниципалитетов. Еще одна инициатива направлена на усовершенствование лицензионно-разрешительной системы. Сейчас эти функции от полиции переданы Росгвардии. Следовательно, проводить оперативную работу имеющимися силами вновь образованной структуре на огромной территории региона просто-напросто невозможно. Мы в предложении это и озвучили, что как-то они совместно, как и приказ, может быть, сделали. Это именно в части труднодоступных мест, там, где, может быть, эти функции частично хотя бы могли исполнять участковую полномочию. То есть, на сегодня до введения закона всё работало достаточно неплохо, с моим точкой зрения. Пятая тема, обозначенная как самая больная, – это отходы. Здесь необходимо менять сампины. Они должны быть разными, например, для Воронежа и Ненецкого округа. Продолжение следует...